Мы начинаем проведение викториев, связанных с темой Пермского мифа, а если быть более точным, культурной археологией Пермского мифа. Я задержу ваше внимание на небольшом видении, прежде чем познакомлю нас с ведущими экспертами. С точки зрения философии мифа, уже на ранних стадиях развития человеческих обществ формируются так называемые космогонические, космологические, антропогонические и многие другие мифы, которые выделяют исследователей архаических и первобытных обществ. То есть возникает так называемая мифологическая картина мироздания. Она структурирована не только образами пространства и времени, но главным образом структурирована уникальной способностью человека переносить свои качества на окружающую человеку действительность. Вот это удивительное свойство на языке науки называется антропоморфизмом. Представители уважаемой науки психологии уверяют, что на любой стадии своего развития человек не сможет освободиться от этого волшебного свойства. И с научной точки зрения миф или мифология – это какой-то изначальный и одновременно универсальный способ построения человеческой культуры. Поэтому какая-то реконструкция не предпринималась для вот этой вот воссоздания мифологической картины мира, конечно, мы можем моделировать логику развития человеческой культуры, но тем не менее мы пытаемся приблизиться к пониманию такого сложного явления, который великий русский философ Алексей Федорович Войщев назвал наиболее яркой действительностью человеческого существования. Слова данная чудесная личностная история. И Ж. Восип в своем трактате диагностика мифа. Миф словесен, он связан со стихией языка. Поэтому первая тема нашего лектория связана с матрицей слова. Мы попытаемся через слово, речь и язык посмотреть на мифы древнего и современного. Я как лингвист буду, естественно, говорить не о мифе как матрице культуры вообще, это известное такое понятие, да? Вся культура вырастает на основании мифотворчества, которое является тоже художественным явлением, но бессознательным художественным явлением. Я буду говорить о матрице слова и немножко для этого должен буду рассказать о пол-лингвистики, так называемой, о мифотворчестве в лингвистике, которая в наше время получила очень большое распространение. И вот недавно мне на глаза попалась книжка, почти 700 страниц, ее написал известный, наверное, многим «Трехлебом», наверное, знает это имя, да? Издана в Пельни, еще раз повторяю, эта книга. Называется она, сейчас точно скажу, называется она «Кощуный финиста ясного сокола России». Ну, на самом деле, вот таких специалистов, которые придумывают мифы о слове, очень много. Это так называемая любительская лингвистика или стихийная лингвистика, наивная лингвистика, к которой можно по-разному, на самом деле, относиться. Имен очень много. Я назову Валерия Чудинова, который написал интересный такой труд, называется он «Эволюционный словарь». Он же написал «Словарь русских и этрусских слов», где доказывает, как бы доказывает, не особенно даже доказывает, ему и так ясно, что этрусские – это русские, это, в самом деле. Вот, это «Хлистков», который написал «Смысловой словарь» базовых слов русского языка. Какая здесь главная идея? Главная идея заключается в том, что русский язык – это самый древний в мире язык, на самом деле. Вот, родина словно, это Россия, да? Из этой же, так сказать, сферы. Любопытно, и, в общем, не очень сложна технология, и очень хорошо озвучивает всегда Михаил Задорнов, когда он объясняет очень многие слова русского языка, опираясь на те категории, которыми мыслят данные авторы. Ну, например, Задорнов, по-моему, приводил такой диалог. Мать говорит ребенку, вставай по рах. По рах – значит по рах, по Богу Света, Богу Солнца. А ребенок отвечает – еще рано, еще рано. Значит, еще темно, Солнца еще нет. Рано. Да, вот это «но» отрицает, значит, Солнца нет, поэтому я еще буду спать, да? Слово «красота» объясняется вот в такого рода книгах как «Стремление к свету». Хотя мы прекрасно знаем, что слово «красота» связано со словом «красный», а слово «красный» связано происхождением со словом «кровь». На самом-то деле «Урал» замечательно объясняет еще один автор, академик, между прочим, математик Анатолий Фоменко. Он говорит о том, что слово «Урал» обозначает «находящийся у Божьего ливня». «Л» обозначает ливень, «Ра» – это, естественно, Бог Света, собственно, главный Бог, да? А «У» – вот мы все, кто живем на Урале, значит, вот как бы оказались причастны к этому Богу. «Хандра» – это понятно что? Это не радость, да? «Хама» – Богу Ра, так объясняет Задорнов, ну и вот в контексте тех исследований, которые известны, да? Слово «радость» с другой стороны – это, значит, достать Бога Ра, таким образом получить радость. Замечательная такая мифология, абсолютно не имеющая отношения, конечно, к науке, но почему она появляется? Она появляется по многим причинам. Дело в том, что современные точные науки, а лингвистика – это точная наука, к сожалению, оказались в некоторой, я бы сказал, депрессии, и, в общем, потеряна во многом научная традиция. Для того, чтобы заниматься этимологией основательным, нужно знать, во-первых, много языков, во-вторых, нужно знать много законов языковых. А современные авторы как бы не особенно утрудняют, затрудняют себя, они просто создают мифы вот из того, что попадается им под руку. Иногда это забавно, иногда это очень мило. Вот я приведу пример, который мне очень нравится. Вот в духе такого рода мифов слово «алкоголик». Знаете, как оно расшифровывается по такой этимологии? «Алкоголик» – это «ал-кого-лик», «красна-кого-рожа». Вот такая вот версия. Хотя мы прекрасно знаем, что слово пришло из арабских языков и образованное от слова «алкогол», что значит «порошок сурьма». Этот порошок использовали раньше для того, чтобы раскрашивать веки. Ну, женщины, конечно, не мужчины. Я думаю, а для чего это делалось? Ну, для того, чтобы глаза сверкали и тем самым привлекать к себе внимание. Но выпитое тоже заставляет сверкать глаза, поэтому возникает такое значение у слова «алкоголь», «алкоголь». Напиток, который тоже на какое-то время придает нам блеск в глазах и оживление. Я не знаю тех авторов, о которых я говорил, но я знаю одного человека, очень интересного из Казани. Его зовут Владимир Воронцов. Он написал очень много книг, где сам, будучи, по-моему, инженером и тоже математиком, почему-то математике активно вторгается в лингвистическую мифологию и мифотворчество, вот он объясняет очень многие слова языков, самых разных языков мира через образ руки человеческой. Ну, хорошо, что руки, потому что есть еще один белорусский, так сказать, ученый, который объясняет очень много слов в языке через слово, начинающееся на букву «ж», из четырех букв состоящий. Вот. Значит, через букву, вернее, через слово «рука» Воронцов объясняет очень много слов языка, ну, например, как ни странно, слово «харя». «Харя», он обращает внимание на то, что по-гречески «харя» значит «рука». И одновременно в ряде языков слово «харя» обозначает театральная маска, да, то, что скрывает истинное лицо человека. И Воронцов, я думаю, что он достаточно серьезно подумал, и через свою теорию непосредственных интуитивных жестов, когда ребенок испугался, например, или человек испугался, он лицо закрывает ладошкой. Вот так делает, вот это вот «харя», да, получается, руки. Вот один из примеров. Ну, много, много у него таких очень любопытных объяснений, когда слово «рука» оказывается связано с глаголом «рухнуть», «упасть». Почему? Да потому что, когда мы падаем, мы инстинктивно вытягиваем что? Руки, чтобы нос не разбить. «Палец» тоже, значит, берет слово «палец» и связывает его со словом «упал». Понятно, что это такая абсолютно наивная ассоциативная связь и такое вот бессознательное, я бы сказал, художественное творчество с языком связанное. Хорошо, когда это делает поэт. Я приведу еще одного мифолога, знаменитого Хребникова, который, конечно, не, собственно, мифы создавал о словах, а поэты наделены такой способностью ощущать тончайшие вибрации слова. И у него очень интересная мифологическая концепция языка. Он выделил в языках мира слова по тому, с какой буквы они начинаются. Вообще, это здравая такая идея, потому что первый звук в слове – это как первая строчка в стихотворении. Она очень настраивает на то, что будет дальше. И поэтому, вот, например, у него есть целый класс слов, ну, например, «М-слова». «М-слова» – он анализирует слова «мор», «мороз», «мертвец», «меч», «молот», «мертвый» и находит в этих словах нечто общее – то, что связано с деструкцией, с распадением некой величины на бесконечно малые части. И, кстати говоря, на базе этого он создает замечательное стихотворение. Наверное, вы его отчитали про муху. «Муха – нежное слово, красивое, ты мордочку лапками моешь, а иногда за егою письмоешь». Ну, такое сложное, конечно, стихотворение. Не время и не место его сейчас анализировать. Но вот здесь как раз реализуется вот этот смысл. Кроме «М-слов» есть слова «Л», «Л-слова» – лепешка, ладья, лодка, ложка. Что общего между этими словами? Эти слова обозначают нечто, находящееся на поверхности чего-то. То, что имеет некую опору, как сама руку ловят в виде опора, так и вот слова тоже обозначают что-то такое упирающееся. «Б-слова» – да, правильно, тут возможны всякие ассоциации. Ну, вот «баять», «баба», «баса». Хребников говорит, что «б-слова» связаны с идеей начала радости и начала благ жизни. Вот вообще интересная такая идея. Ну, повторяю, это поэт. Ему, наверное, можно, потому что поэты интуитивно ощущают, что слова когда-то были заряжены бесконечным количеством смыслов, просто мы с вами, простые смертные непоэты, потеряли способность ощущать вибрацию вот этой звуковой материи, а поэты это могут делать. Я не буду подробно останавливаться на концепции Николая Яковлевича Мара, которую наверняка вы слыхали. Это вполне научная, кстати говоря, концепция, и оживающая в наше время, которая тоже исходит из того, что когда-то все слова начинались с четырёх первых элементов. Он даже называет эти первые элементы, как вы помните, четыре слова, четыре слова, четыре корня, «сал», «бер», «йон», «рош». «Бери сало», «режь его», чтобы легче запомнить. Так студенты в 30-40-х годах запоминали теорию Мара. «Бери сало», «режь его», «сал», «бер», «йон», «рош». И он выявляет, что к слову «рош» восходят слова типа «русский», «этрусский». К словам типа «бер» возводят слова типа «евреи», например, да. «Прародители древних германцев Бури», «бор», «эр», «отец Берлина», знаменитого мифического немецкого. Вот это такая фантастическая идея, в которой главный правильный смысл заключается в том, что действительно Марк почувствовал, что люди во всём мире на самом деле восходят к одному началу. Сейчас эта идея, в общем, не отрицается, моногенез происхождения языков и моногенез человечества. Мне нравится в этом смысле идея Вячеслава Иванова, который говорит, что скорее моногенез был в начале, и он начинался там, откуда Пушкин пришёл, это «Африка», чем полигенез, который отставят некоторые другие учёные. На самом деле, это очень спорная такая вещь. Повторяю, то, что лингвистика многие основополагающие просто категории ещё не разрешила для себя, это, собственно, и создаёт основу для вот такого фантазирования. А уж как к нему относиться? Я думаю, что можно считать это досадной помехой для науки. Но, с другой стороны, таким образом выявляются какие-то непрочно выявленные закономерности, над которыми нужно учёным просто работать. С другой стороны, это действительно то, что называется творческое оперирование с языковой материей, и без которого невозможно искусство. Поэтому вот я бы однозначно не стал говорить о том, что хорошо это или плохо, примитивная лингвистика или фолк-лингвистика, или мифологическая лингвистика. Хотя понятно, что мы должны просто отдавать себе отчёт, для чего это делается. И когда это делается в угоду, прямо скажем, очень часто националистических, для националистических целей, идеологических, то есть это, конечно, очень плохо, на самом деле. Как проявление творческих интенций, я думаю, это хорошо. Ведь у поэта, на самом деле, часто ничего нет, даже блокнота с карандашом нет, он имеет только язык, с которым, собственно, он играет, как ребёнок, и вот в этой игре слова начинают сверкать новыми, неожиданными смыслами, и мы правильно убедить за ними какую-то другую правду о мире, о человеке и так далее, и так далее. П-слова, и в данном случае наш родной город, когда он называется город П, здесь, видимо, те, кто так мыслили и присвоили такой символ нашему городу любимому, тоже начитались вот эти книжек, о которых я вам говорил, где, значит, главная идея, что звуки и буквы – это не что иное, как молекулы сознания. Это вот такие мысли-звуки и мысли-буквы. И вот буква П должна нечего такое обозначать. Действительно, воспринимается она в контексте всё-таки город Н, и это понятная аббревиатура, потому что Н не русская. Мы сразу понимаем, что Н – это некая инкомната, а город П здесь вот сразу возникает уже более такие конкретные, я бы сказал, более обидные, на самом деле, ассоциации, и здесь никому уголу не придёт двух группы сделать таким вот символом нашего города. Ну, можно на какое-то время, наверное, попытаться нам навязать, но, по-моему, это мертворождённый символ. Ну, можно было бы сказать о том, что вот принцип аббревиации, то есть сокращение целого слова до буквы, это вообще стиль лингвистического мышления 20-го и 21-го века. То есть аббревиатуры появляются именно в это время, и это связано с таким как бы ускорением сознания, ускорением мыслительных процессов, и вроде бы ничего плохого нет, ведь много не знает аббревиатур других, но это не говорящая аббревиатура. Я как раз хотел прокомментировать некоторые фрагменты, связанные с тем, как вообще слово имеет особенность воздействовать и в ряде случаев даже программировать не только там какие-то экономические процессы, культурные, исторические, но и в ряде случаев, как мне кажется, даже и некоторые природные процессы. И вот это вот связано как раз с древним пониманием пространства, которое могло фокусироваться в слове, в слове, которое одновременно и чрезвычайно емко могло представлять и физико-географические моменты, да, и культурно-исторический, и лингвистический рельеф тоже был представлен, и очень ярко представлен вот в слове. И главная задача видимо, номинация объекта, будь то гора, камень, река, это было важно вскрыть место мифологической матрицы, и вот, что очень важно, как раз вскрыть потенциальные возможности этого места. и ярким примером может выступать, например, наименование деревни Чураки Косинского района, то есть здесь мы видим одновременно и, как бы, вычленение пространства из окружающей среды, и, с другой стороны, патронирование этого пространства славянским божеством Чура. Кстати, подобные вещи, они могли и быть представлены материализованным, да, в виде, вот, ну, в частности, редкий очень случай, когда можно представить вот этого самого Чура. Когда-то он был вывезен из села Павловское Очурского района. В 65-м году этого Чура в оригинале видел профессора Борин, потом он перекочевал, собственно говоря, в частную коллекцию, и нам достался только слепо. Ну, и как развитие этого всего, да, то есть мы с вами знаем огромное количество всевозможных выражений, там, встать за Чурку, да, очуриваться, зачуриваться, ну, и в конце концов, Чурка с глазами, да, как некое негативное, и уже идея, вообще, профанации, да, вот этого Чурова, Верховного, Чурова еще забыл. Чурка с глазами не сказала, а Чурова не сказала. А, и Чурки, да. Ну, это уже, собственно говоря, профанация, да, вот, идея вот этого Верховного Божества, Божества границы, ниже, Божества, которые, именно, да, выделяет определенную, вот, географическую точку. Другой пример, это, Йен Камень. Название, вот, вы видите, фрагменты, Йен Камень, Йосинского района. Вот, он в своей номинации содержит идею производительной силы природы. на языке Коми, Йен, это, бог верховного, верхнего мира. И, вот, здесь же актуализируется идея, вообще, происхождения человека из камня. В древних, вот, космогонических, всевозможных представлениях, вот, как реликт, да, вот, этого основного мифа, это, всевозможные процедуры, которые проделывают жители села Архангельска. Вот, следующий кадр, можно показать. Это, вот, как раз тот самый, Йен Камень, лежит он около церкви. По легенде, якобы, Илья Пророк катался на колеснице и метал камни, да, своего противника. Один из них упал, вот, как раз, на территории села Архангельска. Так вот, все местные женщины, которые бездетны, обязательно приходят к этому камню, сидят на нем очень долго, со всевозможными словами, там, требуют и спрашивают от себе потомства. Мужчина, естественно, лечится на нем, точно таким же образом. Вот, но все это, в общем-то, достаточно широко освещено в литературе, посвященной проблеме топонимики. Вот, вот, и сегодня, зная какие-то определенные, ну, законы, что ли, развития языка, мы достаточно легко можем реконструировать и представить, вот, лингвистическую биографию любого топонима. Вот, проблема, и вопрос заключается, самый главный, для меня, например, это, как, собственно говоря, слово может материализоваться, как, как оно, вот, творчески воплощается и в географии, и в истории. И вот здесь, я просто хотел бы остановиться, вот, на каких фрагментах. вот, в результате изменения русла Камы, а впоследствии еще и строительство Камского РУГЭС, огромное количество, того у него все не по одной модели были созданы, там, и Усолья Рождественская, Усолья Камская, Усолья Троицкая, они, собственно говоря, все исчезли с лица земли, они все остались на дне Камского моря. По сути дела, они повторили судьбу своего прародителя, островного, главного Усолья, который, собственно говоря, формируется как модель чуть раньше, мы знаем, огромное количество Усолья, начиная, там, допустим, Соль Вычегодская, это Усолья, Соль Галецкая, это Усолья, Соль Тотемская, это Усолья, Солигарская, это тоже Усолья, и так далее. Так вот, собственно говоря, что там произошло? Дело в том, что здесь явно как бы вот есть связь с Солью и ее интерпретацией, осмыслением вообще, осмыслением в традиции, в древней мифологической картине, Соль, это с одной стороны, да, это камень, каменная соль, да, это нечто материализованное и явное, а с другой стороны, соль, которая способна растворяться, вот, когда она растворяется в пище, мы ее не видим, но, тем не менее, она придет некие вкусовые качества пищи, и, по сути дела, выступает некой душой пищи. И вот это вот принципиально важное вот соотношение и вот это вот, как бы, отношение, подобное к соли. Не случайно, допустим, в одной загадке водой и солнцем родилась, в огне крестилась, людей услаждает, в воде умирает. И вот такое отношение к соли задает огромное количество всевозможных ритуалов, обрядов и так далее. Мы с вами знаем четверговую соль, мы знаем, что с солью можно в глаза там бросать колдуну, мы знаем, что с солью на темечко сыплют ребенка от сглаза и так далее. Но мы знаем, и человек, который соотнесен с солью, общается, он должен очень жестко регламентировать свое поведение и свое отношение, собственно говоря, к соли, да, потому что просыпав соль, мы обязательно, да, поругаемся. Поэтому существует огромное количество запретов и так далее. Тем более, это накладывает отпечаток на территорию, и поведение людей, и некие культурные коды, которые, вот, людей, которые связаны именно еще и с производством соли. То есть в данном случае соль выступает как некий еще и культурный продукт. И, соответственно, появляется термин у соли, то есть это не просто те, которые у соли живут, да, но вот эти все форманты, угу там и там суффикс и так далее, они говорят о том, что это, это не просто некое священное место, да, но это, это вообще территория как таковая. Потому что, когда потом появляются другие модели, там Соликанский, все прочее, там Сургучегодский, там, там уже другая модель, там другая идея, там уже вычленение некого абстрактного географического, вот это вот, географической точки, некого города. Так вот, собственно говоря, мы с вами знаем, да, что в древних традициях все, что было связано с какими-то сакральными вещами, оно было наполнено обязательно некими, ну, скажем так, очень необычными, да, моментами. Это, по сути дела, это то, что демонстрирует нам, например, места, где люди умерли и еще не родились. Это места, где происходят всевозможные чудеса и так далее. И вот следующий фрагмент просто можно, да, показать. Вот, собственно говоря, что происходит со странным Усольем. Дело в том, что Усолье находится на, действительно, на острове, и мы видим в 16-17 веках уже, естественно, миф, да, не работает так, как он работал раньше, но какие-то фрагменты этого основного мифа мы, собственно говоря, видим, и они себя начинают проявлять вплоть до 18 века. Ну, в частности, вся береговая линия города это сплошь закоронение, причем умершие лежат головой к реке, так назывался вектор движения души на тот свет. Да, мы с вами знаем, мир живых от мира мертвых отделен некой рекой забвения. Если двигаться дальше, то там появляется, допустим, следующий кадр. Может, вот. Появляется вот эта вот часовня с классового груза 17 века, когда-то была кладбищенская часовня, собственно, где где справлялся культ похоронопоминальный. И вот, интересно, с этой часовней связано следующее. Можно другой кадр? Вот. То есть, это ключевой момент. Это то, что в основной кладке часовни на ее фасадах это сирена, дудящая в трубу. Собственно говоря, тоже уводит нас не просто к той самой птице, которая вот когда-то нырнула и с глубин там достала, значит, кусок земли, да, и жизнь появилась. Но здесь еще и другое. Здесь она в трубу дудит. Это знаменитая сирена. Мы с вами знаем миф. На море и океане есть некий остров, к которому корабли кричали, и больше никуда никогда не возвращаются из-за диковинных песен, которые распевают эти самые сирены. Так вот, здесь как раз вот эта самая труба и демонстрирует нам, скорее всего, те фрагменты похоронно-погревальных гимнов, которые как раз способствуют очень органичному переходу человеческой души на тот свет. Ну и в следующий кадр просто развивается эта тема. то есть она не уходит из жизни и в 18 веке. Мы с вами видим, в 18 веке начинается активное строительство на этой островной части Уссуля. И появляется огромное количество памятников. Но они строятся не просто так, они строятся по определенной закономерности. То есть в основе лежит православный крест. это очень живо переживается населением до сегодняшнего дня. И, собственно говоря, у этих самых оснований креста до сих пор местные жители ищут вклады или там происходят какие-то диковинные вещи. Например, там к одной рубежской церкви икона приплыла, а к другой там, значит, вышла настоятельница. у него все болезни прошли и так далее. То есть, ну и следующий кадр. Собственно говоря, вот эта островная часть, она постоянно заливалась водой. Ежегодно заливалась водой. Там можно еще посмотреть некоторые и еще. То есть, эта островная часть каждый год заливалась водой и каждый год, собственно говоря, вода уходила и давалась какая-то очень серьезная жизнь. Другое дело то, что, когда начинает развиваться промысел, уже к воде относятся не так, как прежде. Вода становится каким-то элементом вообще технологии вот по производству соли. То есть, по большой воде сплавляли караваны до Каспийска, Азовского моря. Но тут ведь важно вот что понимать. Важно понимать, что эта вода, эти бесконечные вот моменты, когда город оказывался под водой, а потом возникал диковинным образом, да, это был некий момент вот того самого культурного хода, который связан с Усоль. И позднее, когда, можно следующий теперь, вот, когда возникает огромное количество усолий с очень конкретной географической привязкой, это все, что было когда-то вот на территории, небольшой территории, допустим, северных рек, Усоль, Рождественская, Троицкая, и так далее. Что здесь происходит? Здесь мы уже видим, да, вот, по сути дела, некий определитель географический, некая привязка конкретной территории. Но, когда вот эта модель начинает формироваться, сохраняются валентности, сохраняются какие-то связи, но баланс оказывается нарушенным, собственно говоря. Вот если у Соли оно бесконечно заливалось и бесконечно появлялось, собственно, то в 18-19 века, если говорить об изменениях русла Камы, а после строительства Камской, собственно, да, мы с вами видим, как нарушается этот баланс, поэтому эти города, они уже, естественно, уйдя под воду, они уже никуда, никогда и не всплывут. И вот это вот очень важно, вот эти всевозможные вот какие-то перипетии. Более того, если дальше развивать эту тему, то вот это плавающее состояние в географии у Соли, она определяет, собственно говоря, плавающее состояние в истории. У Соля несколько раз лишалось статуса административного центра входило в составе горизняков, только за 20-й век это произошло три раза. И несколько раз из него и выходило, собственно, сохраняя за собой вот то самое важное, вот, что связано с с Уссольом, почему она и не исчезла вообще как номинация географической. А я бы еще добавил вот, что, когда говорят о параллелизме Уссоль и Санкт-Петербурга, да, можно вспомнить характеристику Санкт-Петербурга, которую сделал Владимир Топоров, он сказал, что это место, где жить невозможно физически существовать, а можно жить только духовно. То есть, вот это уже как, на самом деле, в другой мире несколько, да, получается. место, которое индуцирует вот духовные какие-то искания и возможности человека интеллектуальные, творческие, ну, может быть, плохо там все растет, да. А вот идеи, книги, как мы помним, замечательные, рукописные, да, там появляются. вообще идеи, это ведь вот дело в чем, то есть, когда человек ощущает близость, да, или некое завершение, что ли, чего-то, или там, вот этот вот элемент трагедии, да, он заставляет человека, собственно, концентрироваться, и вот, концентрация, наверное, не только в физическом плане, она и в духовном, и во всех остальных. Ну, и вот этот вот выплеск адреналина, вот этот вот быстрое очень преодоление каких-то трудностей, да, оно как раз и порождает достаточно много интересного. Другое дело то, что мы, может быть, многое еще, не знаю, и не открыли, да, ну, вот, допустим, появился же тот же самый летописец, который пишет статир, да, появился, например, знаменитый иконописец, да, Максимов, который сподвижник Симона Ушакова, который вообще перевернули историю, да, живописание, иконописание в живописание. И это только какие-то фрагменты жалкие, которые мы связываем с Уссольем, да, и это понятно. Почему? Потому что там там все, что как бы можно причем было изучать, это все где-то растворилось в архивах вообще страны в целом. Добраться до них пока не представляет возможным, да и, в общем-то, мало кто сейчас занимается глобальным изучением и исследованием. Топоров блестяще сравнил Москву и Санкт-Петербург и показал, что Москва это земной город, состоящий из кругов и куполов, а Санкт-Петербург это город, который устремлял в небо, состоит из стреловидных башен, стремящихся куда-то в космос ракет, домов ракет, так сказать. Вот, не знаю, что проходит у Соли. В этом контексте мать можно там один кадр, если это быстро? Вот в этом смысле, да, то есть, вот это очень важно и интересно, мне кажется. дело в том, что, да, Усолья соотносят с Санкт-Петербургом, но дело в том, что это очень поверхностный взгляд на Усолья, потому что Усолья настолько же Санкт-Петербург, насколько и Москва город, поэтому идентифицировать стиль как таковой невозможно. Уверяю вас, огромное количество искусствоведов приезжало, пытались им как-то определиться со стилем, говорят, Московская барокко, начинаем говорить о московском барокко, выясняется, не московская, они говорят, разновидность московская, Нарышкинская барокко. Начинаем изучать, нет, Нарышкинская. Появляется очень какой-то локальный компонент ярко выраженной вообще обороченной культуры XVIII века, которая сконцентрирована исключительно только в Усолье. Последний кадр. Ну и вот, можно еще третьим? Вот я просто назад один кадр. Вот буквально неделю назад из Екатеринбурга к нам пришла вот эта работа Юшкова, называется набережная. В Екатеринбургском музее она была идентифицирована как виды Санкт-Петербурга. Собственно говоря, когда мы им предоставили ряд доказательств, просто-напросто они согласились, да, это не виды Санкт-Петербурга, это какой-то очень распространенный сюжет, писанный с сюжетов серьезных мастеров, и которые действительно нам демонстрируют, собственно говоря, Усоль. Вот если дальше мы будем двигаться, да, вот панорамы Санкт-Петербурга тоже 18 века, вот эти всевозможные гравюры. Поэтому, когда рисовали Усолья, естественно, ориентировались на Санкт-Петербург, и в сознании это как бы идея жива. За счет чего такое происходило? Вот следующий кадр. Вот смотрите, что происходит. Вот это вот, если учесть, да, что в нижнем поле это кама, то Усоль нам предстанет бесконечной чередой домов, которые прилепились один к другому. И действительно, эта бесконечная череда домов, она демонстрирует нам некую каменную стену, которая вот оформляет набережную каму, так же, как и в Петербурге. Но вот если в Петербурге это реальность, там действительно каменная стена, которая отделяет частную жизнь человека от природы Невы реки, да, мы там не увидим с Невы, вот эти самые, там, песочницы, бабушки, которые во дворе, как сидят и так далее, так же, как и из дворов не увидим Невы реки. То в Усолье это иллюзия. За счет чего такая иллюзия возникает? Дома расставлены в шахматном порядке. То есть, вы видите, да, в Емелье Клазарево, дальше в Прозоре чертежная мастерская, палата Строганова в Прозоре дом Кузнецова, колокольня в Прозоре дом Брагина, Спасо-Преображенский в Прозоре дом Шувалова и так далее. То есть, в Усолье это иллюзия. Мы сойдем на берег и начинаем проходить, да, между домами и видим, как на наших глазах вот эта каменная стена разрушается. А дальше начинается самое интересное. Мы попадаем во внутренний двор и мы видим его организацию совершенно по другим принципам, по принципам Москвы-города. Да, в центре есть Кремль, вокруг стоит Посадские дома образовое первое кольцо, потом Посадские дома во второе кольцо, здесь в центре собор, а по кругу расставлены торговые Посадские дома. То есть, Усолье нам демонстрирует уже совершенно другую интерпретацию, культурную интерпретацию пространства. И вот это очень важно, почему? Потому что здесь, здесь, вот здесь и подпись, что пришли, понимаете, здесь не исключается и это не эклектика, это вот соотнесение одного с другим и одно дополняет очень существенно, развивает философию другого. И они, вот, абсолютно равны в этих своих, вот, да, построениях. И даже больше того, вот это вот, вот эта парадигма, она задает отношение вообще к окружающему ландшафту, на другом берегу Камы, допустим, да, содовый завод. Томас Венслова гулял первый день, ничего, говорит, не могу понять, почему, говорит, у меня глаз не отторгает этот содовый завод. А на второй день, он просто говорит, а я, говорит, все, понимаю теперь. То есть, содовый завод, это порождение, там нет хай-тека, там порождение очень мощной империи, которая реализовала себя в истории, которая, собственно говоря, вот, этот шлейф исторический 50-летний, он уже задал некую парадигму. То есть, здесь одна империя строгановская, например, да, на одном берегу, а на другом берегу, допустим, другая империя, связанная с Советским Союзом и так далее, и порождение вот этой индустриальной мощной вообще, она тоже представлена. Поэтому там абсолютно уживается, вот этот вот исторический шлейф, он уравнивает, да, и он абсолютно вписывает в некую такую вот общую панораму культурной жизни, что тут Северо-Африка. Смена культур, смена цивилизации, которая совершается всегда, вот объясняется очень простым образом. То есть, что-то уходит в нижний мир, на самом деле, но это не значит, что нижний мир не остается, в нем продолжается какая-то новая жизнь. вот. Другое дело, что те, которые ушли вниз, они не исчезли, на самом деле, они неизримо руководят теми, кто наверху. Вот эта мифологическая модель двух миров, верхнего и нижнего, как сообщающихся сосудов, она очень важна, на самом деле. Поэтому мы и не забываем про Атлантиду, да? Поэтому мы не забываем про Беловодье, то место, где наша славянская Шамбала находится, да? Ее пытаются там найти, ввести те, кто, ну, может быть, в этом мире счастье свое не отыскали. Так что, вот, это очень нужные мифы, которые выполняют нормальную такую компенсаторную функцию, не помогают человеку, ну, в состояниях, может быть, тяжелых, как-то себя успокоить тем, что, ну, когда-то они тоже идут, не просто в нижний мир, а в тот мир, куда все ушли не возвращаются, и значит там хорошо. Да, надо сказать, что вот эта традиция выбора места, она, конечно, очень разработана, мы детально ее описали в наших книжках, там есть очень экзотичные формы, мне, например, очень нравится способ выбора места для дома, когда первое бревно в основании дома привязывали к необъезженному жеребцу и гнали его в сторону деревни, но привязывали петлей, и койт мчался, и где вот это бревно упало, тут надо было строить дом. Мне видится здесь вообще параллель, опять-таки, с Санкт-Петербургом, помните, кони Клопта, который символизирует усмирение человека стихийной силы природы. То есть вот полагание на случай, причем случай этот, этим случаем распоряжается конь, который, как известно, в мифологии является символом солнца вообще. И, то есть, вот такое освещение места оно уже заранее проводится. Там есть масса других способов. Более простые способы, когда бабушка с караваем и со свечкой идет по деревне и смотрит, где качнется пламя свечи в большей степени. Вот в этом месте надо строить. Или там кладут под решетор караваев хлеба, смотрит, намокнет он, в утро или не намокнет, да. Еще есть замечательный способ. Ни в коем случае не надо строить дом там, где бабы собираются. Это очень плохое место. Потому что они там сплетничают, и что хорошо из этого не будет. Ну, как к этим всем приметам относиться? Да, свееверие, но не все их логически, может быть, даже и можно объяснить. Но во всяком случае, действительно, они предписывают очень внимательно относиться к каким-то внешне незаметным и неважным каким-то обстоятельствам. Потому что построить дом это значит украсть у Вселенной кусочек пространства для себя, отчудить, отчуждать, да, отчудить. и за это ты можешь поплатиться. Поэтому нужно и жертвы принести, нужно и каким-то образом вот собрести этот ритуал. И, конечно, вот эти правила суеверные деревенские строители до сих пор замечательно, в общем, сохраняют для чего-то. Я вот не строитель, поэтому не могу ничего сказать про пермский фан-шуй. Это хорошая идея, можно было бы написать что-то. знак поморский, да, это по сути дела знак оптовой базы. Вот поморские города это как раз те города, куда свозили весь товар, только для того, чтобы снабжать следующие города, которые идут там, допустим, да, за этими. Поэтому вот все поморские города, они вот, и функция была вот такая, Соликамск тоже называли поморский город, например. Вот Усолье не называли поморским городом. Почему? Называли Вятка, Челлинген, Великая, Унгур, Соликамск. Но это, еще раз говорю, это те города, которые снабжали, можно говоря, вот продуктами, там, я не знаю, какими-то там, торговые города, перевалочные базы. Да, да, да. Вопрос о чердине. Да, вот надо сказать, что пермские топонимы, особенно крупных объектов, они очень трудны для интерпретации, потому что все-таки циклоны из разных народов и культур проходили по территории Прикамьи, поэтому есть, скажем, тюркская версия происхождения слова чердень, очень радовал знаменитый тюрколог, и тюрколог предположил, что слово «чердь» связано с тюркским «чурдюн», что значит «достойные люди». Значит, «дюн» или «сюр» — это название пледя, не просто. Но мне кажется, что правильнее все-таки считать финно-угорские основания у этого топонима, потому что, как говорят летописи до XV века, чердень была известна как «комипермятская», чисто «комипермятская селение». И здесь есть тоже две версии. Либо связать это слово со словом «чердь», что значит «топор», и, следовательно, «чердень» — это место у топора. И так некоторые объясняют жестокие, в общем-то, события, когда насильственно заставляли чуть, вернее, не чуть, а флинногорское население принимать православную веру. Веру, во всяком случае, я слабал эту версию. Либо, что точнее, связать это с устойчивым названием населенного пункта по месту «чердень» переводится еще как «место у притока». Дело в том, что здесь как раз в колгу впадает река «чердень», как вы помните, да? И поэтому, наверняка, это более справедливая такая версия. По поводу добрянки тоже очень много версий существует. Многие из них мифологические, безусловно, мы их все любим, но они, мне кажется, все-таки мифологические, потому что соотносят название города либо с некой девушкой, неописуемой красоты, морянкой, дом морянки якобы, либо даже с добрыней. Я думаю, что правда заключается в том, что слово «добряный» существовало вообще-то в русском языке само по себе как синоним к слову «добрый». И названий типа «добряна» довольно много на Руси. В частности, есть река Добряна, которая протекает в Костромской области, в Кировской области река Добряна, в Нижегородской области, в Вологодской области. Получается, что это довольно устойчивая модель называния места в надежде, что оно будет доброй к тебе. Только нужно иметь в виду, что слово «добрый» здесь имеет тоже архаический смысл, тот, который отчасти утрачен в современном языке. Слово «добрый» связано со словом «доба», с «доба» мы знаем. Это не просто тот, кто делает добро, а имеющий силу. Вот мы говорим «добрый молодец», «добрый конь», особенно «добрый конь». Ведь не в смысле, что он делает добро, а в смысле, что он сильный и позитивный такой. Поэтому вот позитивное место, мне кажется, дом названо таким образом «добрянка». Я думаю, что это классический пример такой. Может быть, усложнённый какой-то пример шизофрении, раздвоения. У меня есть запись разговора меня с одной бабушкой, в которой тоже жил мужчина. И она мне сказала, что он появился, когда умер её муж. То есть вот как бы вытеснилось таким образом воспоминание о умершем супруге. Вот это из Эмилы, да? Графир, он его так называет. И он мне рассказывал и у Сталина мужским голосом, и словами, произнесёнными не на выдохе, а на вдохе. Так они говорят, да? О том, что вот когда он ей помогает, когда она работает, то она ему за это покупает конфетки. Вот. И таких явлений очень много. Я даже слышал икотку у двенадцатилетнего мальчика, говорящую тоже. Это, конечно, психическое расстройство, усугублённое какими-то ещё дополнительно сложными там, может быть, болезнями пищеварения и так далее. Потому что икание, оно обязательно присутствует. А икание, оно и без икотки воспринимается довольно мистически, как и другие состояния человека, которые, в общем, человек слабо контролирует. Какие-то там чихание, пуканье, извините. И вот такие состояния – это как бы природа в человеке, не сдерживая его. А всё, что природно, оно требует вот осмысления именно такого, как вместилище некой энергетики природного мира. Поэтому это явление, даже если оно не было мистифицировано, оно обязательно будет мистифицировано. И они явно сами этим просто пользуются. Они, в общем, ещё и зарабатывают на этом. Потому что у икотки можно спросить что-нибудь, и она скажет, куда деньги пропали, и за это тебе заплатят, и там принесут что-нибудь выпить. В общем, сложный такой феномен. Я могу на конкретном примере просто проиллюстрировать, как создаются коды слова. Ну, не собственного слова. Слово отражает действие некоего универсального кода. Вот я приведу в качестве примера так называемый птичий код, который отражён в языке. Когда с помощью птиц мы называем какие-то объекты. Просто у меня на днях одна моя аспирантка защитила диссертацию по названиям грибов. Вот смотрите, название белого гриба глухарь, грач, индюшка, дальше петушки, мы их хорошо знаем, да, курочки, да. Вот, ну, там всё очень просто, потому что курочка – это такой гриб, у которого пёстрый окрас, а курочка у нас рядом всегда, да, помните, да. Ну, а вот белый гриб глухарь, а потому что в глухом лесу, как и глухарь, глухая птица, глухарь назван глухарём не потому, что он не слышит. Это редко, когда у него там брачные инстинкты. Он просто в глухомаре живёт. Вот. Вот такие птицы, значит, называют грибы. И в чём же здесь кот? Не просто птичий кот, а дело в том, что этот человек воспринимает лес через призму природы, да, через то, как он её понимает. И он знает, что в мире птиц есть птицы как бы безобидные, и есть птицы агрессивные. Я думаю, я думал долго, найду ли я название гриба, которым было бы название хищной птицы. Очень долго мы с моей спиранткой искали, и вы знаете, мы нашли такое слово, это слово ястреб. Это большой гриб, называемый колчак, который имеет такое распростёртое водовое тело и очень похож на такую хищную птицу на саду. Понимаете? Получается, что вот модель природной, одной части природы, она распространяется на другую. Это и есть матрица на самом деле. И вот очень многие вещи в языке таким образом и являются как бы проявлением действия этой культурной матрицы. Ну а что касается того, создаётся ли они, я думаю, что только так вот они и могут создаваться наверняка. И вообще языковое творчество оно неостановимо, сплошь и рядом. Вот я очень долго пытался понять, почему, ну правда сейчас этого слова нет, но лет десять назад в молодёжной речи красивую девушку называли мышка. Казалось бы, странное название, да? Мышка эта, ну серая, мышка что-то такое, да? И мне было непонятно, почему вот девушка, которая привлекает внимание, должна быть названа мышка. Когда вот я начал смотреть, а что же за этим совсем может стоять, опять же Топорова надо вспомнить с благодарностью. Он написал замечательную работу, которая показывает связь слова мышца, слово мышка и слово муза в одно целое. Понимаете, это древний комплекс. Мышца – это то, в чём сконцентрирована сила, да? Муза – то, в чём сконцентрирован дар некий художественный, да? И вот, оказывается, мышка она тоже, мифологическая мышка, она тоже очень серьёзный такой персонаж. Даже если взять русский фольклор, вы помните, что без мышки и репки не вытащишь, да? Так что вот, именно не просто без мышки, а мышка, если не разрешит, то не вытащишь. Она хозяйка вот этого нижнего мира, да? Поэтому вот это такое сильное, семиетически мотивированное название. И вот в жаргоне, конечно, сплошь и рядом создаются такие слова. И известно такое предположение о том, что вот беременным женщинам, особенно вообще женщинам, нельзя матом ругаться, потому что это вот такая, на самом деле, инфекция языковая, вот эти матерные слова. Ну, так воспринимается современность. Ну, конечно, братные слова воспринимались иначе. Они воспринимались как языческие моления и обращения к сверхъестественным силам, которые санкционировались только в экстремальных, крайних случаях, да? Поэтому, конечно, когда человек просто так ругается, в суе поминает даже из старых богов, я думаю, это, в общем, на самом деле неправильно. Потому что формулы, очень многие бранные формулы, они отлиты в веках таким образом, что их ритмическая структура на очень тонком уровне так или иначе действует на человека. Такое на нано-уровне, я бы сказал. И это очень трудно замерить, может быть, даже невозможно, хотя есть такие попытки. Вот. Поэтому, конечно, эти древние смыслы слова, которые трудно очень как бы исчислить, они все-таки существуют. Я думаю, и нужно об этом постоянно помнить. И самое главное, нужно научать людей ощущать вот эти токи, идущие от слова, ощущать цвет, цветность, звучность, фактурность слова, его рисунок просадический, то есть вот такой звуковой, да. Потому что каждое слово, оно материально на самом деле, да. Оно некая волна, да, звуковая, которая вот создана для чего-то, да, когда-то, и бессознательно сформировался. Язык, как говорил Десосер, это коллективное бессознательное. И слова, они тоже, мы не осознаем их силу, но сила от этого не исчезает. Слово можно ранить, слово можно убить, слово можно вылечить, это известные вещи. Потому что лох относилась к мату, я не знаю, ну пусть она даже из трех мог состоит, но это не дает ему еще никакого права быть матерью. Есть много версий по поводу слова лох. Мне кажется, что права, это версия, которая связывает его с индоевропейскими словами, где лох обозначает на самом деле дыру. Лох по-немецки дыра. И дыра, а слово дыра, между прочим, использовано и в слове дурак тоже. Дурак, это некая дыра. В первых словах есть выражение дыра в небушке. Так говорят о глупом человеке, о крайне испуганном и так далее, и так далее. То есть это обозначение вот такого, как бы, некой пустоты, да. Кстати, немецкое door, это тоже, да, дыра, дверь, да, тоже граница между мирами. Так что вот слово лох, оно не было, по-моему, матерным. Что касается других слов, которые были матерными, но не стали, да, пожалуй, многие из них для многих, надеюсь, не здесь присутствующих, потеряли матерный смысл. Вы знаете, что то, что было матом, сейчас... Раньше матом ругались, а теперь, говорят, им разговаривают, да, к сожалению. Поэтому для кого-то, да, к сожалению, они потеряли вот этот сакральный энергетический смысл и стали использоваться просто вот для связки слов, да. Что-то мы на мате тут зациклились. Я думаю, что да. Во-первых, культура использования вот этой лексики, этой части языковой материи, она утрачена действительно очень сильно. Вот такие слова использовались действительно в ситуациях крайне стрессовых или ритуальных. Ну, и сейчас мы знаем, что человек, который сдает экзамен, просит, чтобы его ругали. Ну, не обязательно матом, но ругали, да. То есть браль, она как бы вызывает некие высшие силы, которые должны способствовать в той или иной ситуации. Вообще человек ругается, когда он теряет контроль над ситуацией, да. Вот. Другое дело, что в прошлом это осознавалось очень хорошо. И в деревне, кстати, хорошо видно. Есть бабушки, которые абсолютно замечательно говорят и не ругаются. Но в какие-то ситуации они вот могут и сказать что-нибудь крепко. И одна бабушка мне говорила, я всегда ругаюсь, когда самогонку делаю. Я говорю, почему? Крепче будет, злее. Вот самогонка. И когда лук сажу тоже, чтобы лук был. И рельку высеваю. Но по поводу рельки это известно. Есть даже похабанные песни про матушку. Рельку, да. Никогда я сажу. Там вообще ужасно. Нагнетение из всяких неприличностей. Но это вот имело ритуальный смысл. Сейчас, к сожалению, этого всего уже нет. Матрица – это не более чем рабочий такой термин. Слово матрица – это мать. Слово термин – это технический, но он из французского матер, что значит мать, да. Это вот первая основа. То есть, чего пошло жить это слово. То есть, на самом деле, этимологические истоки слова. Вот. Я уже говорил о том, что чаще всего именно эта сторона языка занимает пол-лингвистику. О ней мы сегодня во многом говорим, да. Потому что настоящая лингвистика очень много вопросов не решила. И даже еще и не поставила. Но человек хороша пол-лингвистики, что да. Ставит перед учетами эти вопросы. И вот требует вот такого мозгового штурма. Вот я, например, птичьего кода, по-моему, показал. Это матрица, мне кажется. Можно другой взять код. Можно взять, скажем, животный код. Можно взять световой код. Все они работают в системе языка именно как механизмы культурные. Порождение слов. Создание слов. Произошло, конечно, обеднение алфавита. Алфавит. В алфавите ценен был, конечно, каждый графический элемент. Потому что за ним стояли живые реальные звуки. Пусть даже редуцированные, но это были звуки. Помните, Светаева говорила, что лес без ядер для меня не шумит. Он действительно как бы оттенял качество согласного, да. Который идет перед этим редуцированным звуком. Я не думаю, что мы будем усложнять. Даже китайцы упрощают свою... Ну, и понятно, приходится, да. Упрощают свою графику. Вот. Вот. Хотя бы то сберечь, что есть. Вот вы знаете, что в каких... Я не помню, в каком городе был поставлен памятник букве Ё. Польятовский, да. Я думаю, что это замечательное начало. И действительно, эта буква Ё оказывается очень значима. Хотя бы для Прохорова, да. Как бы вам без буквы Ё? У нас Ё прошка есть. Да, тем более. Вот еще у вас есть. Так что вот это серьезная вещь. Сохранить то, что есть. А так вот кардинально, я думаю, каких-то изменений, я думаю, не будет. Вообще, все народы мира постепенно как бы чистят свои правила, упрощают их. К сожалению, так устроена жизнь, что она примитивизируется по сравнению с тем, что было проще. Ну, потому что появляются какие-то другие еще вещи. И с этим, как с неизбежным злом, приходится соединяться просто. А мы тоже примитивизируемся. Мы? Это хороший вопрос. Он за границами лингвистики или лингвистика на него отвечает? Пум. 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 Ну, да. В этом лингвистическом плане, да, мы примитивизируемся. Потому что словарный запас той же некроматной бабушки, о которой я уже сегодня говорил, он, конечно, намного превышает словарный запас современного, скажем, молодого человека, да. Вот. И это не потому, что она больше знает предметов в мире, она больше знает способов сказать об этих предметах. То есть вот богатство языка – это богатство выразить всю гамму ощущений, переживаний, оттенков восприятия. То есть вот то, что дает полноту переживаний мира человеку. И мы, когда сокращаем свою речь, мы, в общем, себя лишаем радости. Мы, конечно, в школе не так, мне кажется, преподаем сейчас русский язык. Мы вообще устранили науку из преподавания языка, и это очень плохо. Отсюда люди получают просто готовые образцы того, как надо говорить. А настоящая культура речи заключается в умении как раз извлекать вот эти самые богатейшие смыслы, заложенные в слове, которые, как я уже сегодня говорил, целый космос. Это не мои слова, это потепня великие, когда ты сказал, что слово – это целый космос. Мы, к сожалению, это забыли и этому не учим. И поэтому в этом смысле современный язык, конечно, бедней того языка, который был. Поэтому ответ простой. Чтобы вот наша речь была богаче, надо, наверное, просто смотреть, а что у нас было. А у нас было очень много, и еще и сохраняются неграмотные часто бабушки. Они совершенно талантливо владеют даром убеждения, вещевания, рассказывания. Современный человек этого не умеет, к сожалению. Дело в том, что мы знаем, что эти разные сферы искусства развиваются неравномерно. То есть одни века требуют, допустим, визуального ряда, и появляется огромное количество знаменитых художников. Другие века демонстрируют нам музыкальные какие-то, очень сложные партитуры и так далее. А вот третьи века демонстрируют нам, в общем-то, как язык в чистом виде. Ну вот, высший пилотаж, это, конечно, там, начало, наверное, 19 века. У меня вообще есть 19 век. Так вот, мне кажется, здесь речь вот о чем идет. Иногда просто вот нечто, да, что связано с культурой, оно просто перекодируется, оно просто уходит в живопись. При взрыве времена, когда, допустим, визуальный ряд будет неинтересен, да, и все смыслы, которые там скрыты, они обратно вернутся в язык. Язык будет демонстрировать себя в полном объеме, красоте и величии. Поэтому, я думаю, тут вот эти вот все переживания по поводу, они несколько как бы вот надуманы. Найти сложно, его надо искать. Другое дело, что, действительно, 80% топонимики приками, это финал-угорская топонимика, это наследие. Наши предки, которые пришли сюда, зачем-то не дали новые названия, а взяли те, которые были, то есть они были мудры, они сохранили эти названия и передали нам. Значит, мы должны как-то с ними вот бережно тоже обходиться, и вот они каким-то образом, значит, свою энергию должны и нам тоже сообщать. Кроме того, у нас очень много тюркских названий приками, и славянских у нас тоже топонимические модели самые разные, не только там северной Руси, северно-русские, но и центральной России, даже южной России. Поэтому вот такой у нас получился здесь как бы коктейль своеобразный и богатство, на самом деле, может быть, даже избыточность такая языковая и культурная. И что вот выделить, что выбрать в качестве, там, я не знаю, имиджевого мифа, я затрудняюсь. Ну, наверное, все-таки то, что связано с финно-угорской культурой, во всяком случае, пермский язык, пермский вариант русского литературного даже языка, он характеризуется именно просоникой финно-угорской. То есть вот интонированием, манерой редуцирования звука и так далее, мы не осознаем, что мы в разговоре распеваем в конце предложения, но те, кто приезжают из других городов, сразу видят, а, вы поете, да, вы не произносите интонацию, интонационные каструсы, когда гласный, вернее, когда звук в конце фразы снижается, а он немножко у нас поднимается. Это вот очень узнаваемые вещи. А так вот по поводу такого-то такого мифа, трудно сказать, можно было бы согласиться с Зелениным, мне кажется, что он, по-моему, предположил, что свойства жителя Прикавья, Прикавья, вообще русский, Прикавский характер во многом соотносится, кстати говоря, с тем, о чем сегодня Стас Валерьевич говорил, он формируется не горными кручами, не дикими лесами даже, а плавным течением уральских рек, которые, правда, иногда способны взрываться. Вот такая плавная, но на самом деле нерешенная вот такой мощной энергетики натура уральская, наверное, вот где-то здесь, может быть, межплеская. Продолжение следует... Продолжение следует...